Розыгрыши – это один из эффективных методов продвижения своего аккаунта в Инстаграме. Под хэштегом конкурс можно уже сейчас видеть более 6 миллионов публикаций, и эта цифра продолжает расти с каждым днем. Не стоит, конечно же, упускать возможности раскрутить свой аккаунт. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы разберем с вами основные виды розыгрышей, их механику, а также, что нужно сделать для того, чтобы розыгрыш принес желаемые результаты. Существует всего три вида конкурса – стандартный, лайк-тайм и спонсорский. И первый – это лайк-тайм, он наиболее популярный, чаще всего встречается, за счет него легко повысить органическую выдачу, охвата, а также повысить статистику своей странички. Но не стоит путать лайк-тайм с таким конкурсом, когда вы видите пост, где нужно нажать просто сердечки, пролайкать этот пост, либо какие-то другие, лайкать других комментаторов и получать лайки в ответ. Нет, здесь нужно именно подписаться на других людей, либо же на страничку, рекламирующую этот пост, поставить несколько лайков на одну или несколько публикаций, также возможно поставить лайки на другие аккаунты, связанные с этим постом, и просто ждать результатов уже конкурса. Вторым идет гивэвэй, он встречается немного реже, чем остальные виды конкурсов, это также спонсорский конкурс, и в нем приз вы получаете за подписку на спонсоров, а также лайк и комментарий под данным постом, либо же под какими-то еще постами спонсоров. И следующий вид конкурса, это стандартный, он самый массовый, самый простой, чаще всего встречается в сети. Простота и массовость и обуславливает его такую популярность, вы можете такой конкурс проводить как самостоятельно, так и на пару с другом, и условия, при выполнении которых ваш подписчик может получить приз, вы выбираете сами, и приз, собственно, тоже. Чаще всего это лайк и подписка, но может быть также репостом, например, в сториз. Тут уже, скажем так, все, на что гораздо ваша фантазия. Ну а теперь немножечко подробнее о механике проведения таких конкурсов, и начнем мы с вами с лайк тайма. Как правило, несколько людей, они же спонсоры, которые хотят повысить активность на своей страничке, объединяются, либо же самостоятельно, либо же через организатора, находят блогера, который готов прорекламировать конкурс на своей страничке, скидываются деньгами, выбирают приз, обсуждают условия, находят далее блогера, и после этого запускают конкурс. Деньги, которые вкладываются в этот конкурс, они идут, естественно, на приз, а также на рекламу данного конкурса, и остаток организатору и блогеру. Как правило, условия очень простые, нужно подписаться на все странички спонсоров, плюс на конкурсный аккаунт, быть активным, оставлять комментарии, лайки, смотреть сториз, делать какие-то реакции на сториз. Также в комментариях, как правило, нужно отметить одного или несколько друзей, написать, что ты участвуешь, и на момент проведения розыгрыша иметь открытый, живой, не только что созданный аккаунт. Механика Giveaway следующая, есть организатор, есть блогер и есть спонсоры. Часть работы, точнее, даже большая часть, находится на плечах организатора. Он находит блогера, договаривается с ним о рекламе, они обсуждают вдвоем условия, далее происходит поиск спонсоров, то есть людей, которые не против поучаствовать в подобном конкурсе и повысить, соответственно, активность своей странички, при этом они не против заплатить за участие некоторую сумму денег. Конечно же, сумма денег некоторая тратится на призы, так как он может быть не один мест, может быть несколько, и остаток делится между организатором и блогером. Далее блогер запускают у себя на страничке, либо же есть отдельный аккаунт с всякими конкурсами, запускают конкурсный пост и все, прописывают все условия. Ну а участникам, как правило, необходимо подписаться на всех спонсоров, на блогера этого непосредственно, поставить лайки всем спонсорам конкурсному посту и, как правило, написать комментарий под конкурсным постом и также иметь открытый и живой аккаунт на момент проведения розыгрыша. Ну и стандартный розыгрыш, его, как правило, как я уже говорила, проводит один человек или же бренд, или же компания. Условия здесь могут быть абсолютно разными, ну естественно, вы продумываете сам конкурс, его условия, призы, которые будут, покупаете призы, создаете вот этот конкурсный пост, выкладываете его и призываете активно в нем участвовать. Условия могут быть абсолютно разными, так как здесь уже вы продумываете и делаете, как бы, у вас есть свобода в действиях. Но, как правило, чаще всего это лайк, подписка, отметка друга в комментариях, а также репост вашей сториз или же вашего поста. Здесь уже все зависит от того, что вам больше всего нужно, какие-то лайки, подписки, например, или же какие-то репосты. Ну, также вы можете этим не ограничиваться и придумать что-то более интересное. Мое отношение к конкурсам в Инстаграме только положительное. И это больше зависит именно от типа контента, который воспринимает ваша аудитория. То есть, если аудитория ваша воспринимает такой контент, чего бы не проводить эти конкурсы. Если вы хотите заказать этот конкурс у какого-то большого активного аккаунта, просто проверьте релевантность этой аудитории и насколько она даст пользу вам. То есть, многие большие аккаунты, они предлагают за деньги провести какой-то конкурс, бесплатно подарить товар и сделать ссылку на вас или упоминание какое-то. Это только положительное. Я считаю, что необходимо все тестить. То есть, желательно проверить аудиторию, посмотреть, насколько она активна. Если вы видите, что действительно есть соответствие, протестируйте, проверьте, даст оно результат или нет. Потому что без тестирования никто не знает, будет ли оно на самом-то деле работать. Потому что для некоторых это работает, для некоторых нет. Поэтому только положительно. Я считаю, что необходимо искать разные источники продаж, не фокусироваться только на чем-то одном, а попробовать что-то другое. Какой же выбрать конкурс? Конечно же, все зависит от ваших целей, а также бюджета. Если вы хотите повысить охваты и получить новых подписчиков, то giveaway это именно то, что создано для вас. Если же вы хотите просто повысить активность на своей страничке, то здесь уже вам подойдет лайк-тай. Ну, конечно, стоит учитывать, что участие в подобного рода конкурсах, оно не дешевое. Поэтому, если ваш бюджет выше среднего, вы смело можете принимать в них участие. Ну, а если вы не хотите тратить слишком много денег, но хотите расшевелить уже существующую вашу аудиторию и, возможно, привлечь небольшую новую аудиторию, то стандартный вид конкурса, он как раз создан для вас, потому что вы его можете проводить самостоятельно и, соответственно, продумывать все призы, условия также самостоятельно. Для того, чтобы не слить бюджет и достичь поставленных целей, нужно заранее продумать не только конкурс, но и метод выбора победителей. Ну, и вообще все точно и структурировано проделать данную работу и продумать. Во-первых, конечно, начать с цели, потому что от выбора цели, во-первых, зависит выбор вида конкурса, а также, если вы знаете цель, вам будет легче понять, подвести итоги и понять, достигли ли вы желаемых результатов или нет. Далее вам нужно продумать четко все условия, которые должны быть выполнены при проведении конкурса и их прописать, чтобы ваши подписчики четко понимали, что от них требуется, чтобы не было никакой недосказанности, недопонимания и неприятностей далее. Сюда же включается дата проведения розыгрыша и конец проведения розыгрыша, также метод выбора победителя, ну и если есть какие-либо ограничения, вам также стоит их прописать. Например, что в конкурсе могут участвовать люди, достигшие, например, 16 лет, или же люди, которые проживают только там, например, в конкретном городе или в конкретной стране. Ну и, конечно, вы должны подумать о доставке, потому что чаще всего бывает так, что доставка из пункта А в пункт Б может оказаться дороже, чем сам приз, который вы выберете. Поэтому четко продумайте, как вы будете делать доставку победителю, делать это лично, по почте, по всему миру, только в рамках одной страны или же даже просто в рамках одного города. Ну и, конечно, самый ответственный момент, это выбор победителя, к которому нужно отнестись очень серьезно. Конечно, можно вручную выбирать победителя, можно использовать сторонние сервисы. Ну вот вручную, конечно, я бы не советовала делать, так как это вызовет недоверие к вам в любом случае. Даже если вы будете в прямом эфире листать комментарии кучу и рандомно останавливаться на каком-либо из них, даже если вы будете делать это с закрытыми глазами, все равно аудитория будет недовольна. Конечно, победитель станет вашим другом, конечно, он будет довольный и рад. Ну вот в целом аудитория будет недовольна, она будет относиться к вам с недоверием, она не будет верить в честность проведенного конкурса, так что в целом результаты впечатления от проведенного конкурса будут негативными. Поэтому все-таки следует использовать сторонние сервисы для проведения конкурса в плане для подытоживания результатов. И одним из таких сервисов является сервис YouTube Gift, он абсолютно бесплатный, что очень круто, здесь полно функционала, здесь можно проводить бесплатный розыгрыш не только в Инстаграме, но еще и в Ютубе, и в ВК, как мы видим. Он полностью автоматизирован и сделает за вас абсолютно все, вам не нужно будет вручную проверять условия выполнения всех требований, которые вы перечисляли при проведении конкурса. И вся база участников, информация о конкурсе автоматически будет доступна каждому. Здесь есть инструкция, видеоинструкция, как это работает, и здесь ее достаточно для каждого из них, для Инстаграма, для Ютуба, для Контакта, проводить в один клик, рандомайзер есть здесь, то есть очень крутой сервис. И, конечно, можно еще добавить конкурс на главную страницу сервиса, что позволит охватить большее количество участников. Так что, если будете проводить конкурс, имейте его в виду, ссылку на него я оставлю в описании. Соцсети это один из немногих методов, который поможет найти и привлечь свою аудиторию, а также позволит повысить узнаваемость вашего имени или же бренда. И конкурсы в этом могут хорошо помочь, если правильно их организовывать и знать механику их работы. Ну, а вы пишите в комментариях, проводили ли вы какие-либо конкурсы или же участвовали в них сами. Поделитесь своим опытом, нам будет очень интересно узнать о нем и почитать. Задавайте свои вопросы, если у вас они остались. Не забывайте подписаться на наш Ютуб канал, на наши аудиоподкасты, вступайте в нашу Телеграм-группу, а также заглядывайте на наш Инстаграм-аккаунт. До новых встреч и хороших вам продаж! Продолжение следует...